Эта занимательная история разворачивается в культурном центре Колумбии-Богате. Недавно сочетавшиеся браком Хайро и Марсела имели в планах реализовать свою давнюю мечту стать родителями. Именно для этого они переселились в новое жилье, где планировали приступить к новому этапу своей жизни рождению ребенка. Понимая, что им придется совмещать родительские обязанности с трудовой деятельностью, они осознали необходимость в дополнительной помощи. Учитывая, что близкие родственники жили на большом расстоянии и не могли принять активного участия в уходе за младенцем, пара приняла решение обратиться к услугам няни. Марсела обсудила эту ситуацию с друзьями, и одна из них посоветовала ей женщину по имени Стелла, которая прекрасно справлялась с обязанностями домработницы. Стелла вписалась в их быт, проявив себя как добросердечная и усердная няня, и Хайро и Марсела решили, что их выбор был верным. Однако их кошка Киара крайне негативно отнеслась к присутствию нового человека в их доме. Киара, обычно очень ласковая, становилась напряженной и агрессивной в присутствии Стеллы. Они думали, что с течением времени Киара привыкнет к новому человеку, особенно поскольку скоро у них должен был родиться младенец. Наконец, их дочь Диана появилась на свет, став источником невероятного счастья для всей семьи. К их облегчению, Киара прекрасно отнеслась к новорожденной и даже стала ей настоящей опекункой. Однако ее отношение к Стелле так и не изменилось. Киара настолько заботилась о маленькой Диане, что всегда проводилась с ней ночи, не давая ей оставаться одной. В один из дней, когда родители были на работе, они получили тревожный звонок от Стеллы. Няня была в явном волнении и сообщила, что Киара атаковала ее, когда она пыталась заботиться о ребенке. Хайро осознавал, что за такое поведение с кошкой необходимо что-то предпринять. Однако, вместо наказания, он решил проконсультироваться с ветеринаром, чтобы выяснить, почему питомец так относится к их домработнице. Врач провел ряд медицинских исследований и подтвердил, что здоровьем животного все в порядке. Он предположил, что кошка, возможно, почувствовала нечто странное в отношении этой женщины. Специалист предложил два варианта, либо отдать Киару в приют, либо глубже изучить причины ее поведения. По его мнению, было что-то подозрительное, так как кошка была странной только в присутствии одного человека. Хайро был недоволен этими советами. Как можно было думать плохо о Стеле, которой он полностью доверял и которая имела хорошую репутацию? Тем не менее, Хайро начал задумываться, а не скрывает ли Стела что-то от них. Он наблюдал за взаимоотношениями между кошкой и их дочерью Дианной. Между животным и ребенком, казалось, царила гармония. Однако Хайро заметил, что Киара меняет свое поведение, когда рядом появляется Стела, особенно если она приближается к Диане. Это осознание стало для него шоком. Хайро понял, что эта женщина что-то утаивает. Хотя его жене Марсела было не по себе от этих выводов, она поддержала мужа в его решении установить скрытые камеры для наблюдения во время отсутствия дома. Оба сознавали, что слежка в их собственном доме не есть хорошо, но они решили, что если они не обнаружат ничего странного, они признаются и попросят прощения у Стелы. С камерами они могут не только следить за действиями домработницы, но и за своей дочерью. Спустя несколько дней, просмотрев видеозаписи, Хайро обнаружил много тревожных деталей. Киара, как и прежде, являлась главной защитницей Дианы и внимательно следила за Стелой. Однако, когда хозяева отсутствовали, поведение Стелы резко менялось, она становилась грубой, ругалась и даже избивала кошку. Когда сиделка брала младенца в объятия, в ее движениях отчетливо чувствовалась недоброжелательность и даже некая ненависть к малышам. Она грубо обращалась с ребенком и при этом громко его ругала. Отец дочери был в ярости от всего увиденного, но также обнаружил дополнительные доказательства ее махинаций. Эта женщина уносила вещи из их дома, начиная с незначительных предметов, затем перешла на дорогие устройства и даже на украшения для ребенка. Она систематически перебирала их личные вещи, искала деньги или драгоценности. Хайро был шокирован тем, что его кошка предупреждала их с самого начала, и они этого не заметили, допустив эту опасную женщину в свой дом. Он немедленно связался с Марселло, которая была также потрясена. Им было невероятно трудно поверить в то, что Стела на такое способна. Она искусно маскировала свою настоящую личность, однако кошки, обычно настороженные по отношению к людям, часто распознают их истинные намерения. Супруги решили обратиться в полицию, чтобы эта женщина не могла повредить другим семьям, поскольку вопрос стоял не только в краже, но и в безопасности их ребенка. Сначала они попытались поговорить с Стелой лицом к лицу, но она не собиралась признаваться, пока Хайро не показал ей видеозаписи. Тогда ее фасад рухнул, и она начала обвинять их в незаслуженном отношении, проникновении в ее личную жизнь и других вещах. Стела даже собиралась напасть на Хайро, но Киара остановила ее, заставив уйти из дома. Полиция уже была в курсе событий, и скоро эта женщина предстала перед законом. Семья была рада, что их кошка смогла предотвратить большую беду. С тех пор они полностью доверяют Киаре в оценке всех новых лиц. Диана и Киара стали наилучшими друзьями. Уже взрослая Диана узнала всю эту историю от родителей и еще сильнее полюбила свою стареющую кошку. Киара продолжала охранять Диану, несмотря на свой возраст. Хайро и Марсела теперь внимательнее относятся к тому, кого принимают в свой дом, зная, что в случае ошибки у них всегда есть Киара, чтобы заботиться о них. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.